Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восемь дорожек длиной 25 метров, тренажерные и хореографические залы. В Куйбышевском районе близятся к завершению строительства нового современного бассейна. Какие современные инструменты должны применять госорганы и политики, чтобы эффективно выстраивать диалог с представителями СМИ? И как средства массовой информации взаимодействовать с органами власти, чтобы поддерживать доверие жителей страны? Эти темы стали ключевыми на форуме «Власть, медиа, доверие», который прошел во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого. Участниками и гостями стали журналисты, представители медиа и других ресурсов не только 63-го региона, но и соседних областей. Михаил Ермоленко продолжит тему. Умение слышать людей – главный тренд современного политика. Об этом говорили сегодня в рамках форума «Медиа-лаборатория» «Власть, медиа, доверие». В нем приняли участие администраторы государственных пабликов Самарской области, представители СМИ региона, гости из федерального центра и представители медиа-организаций соседних областей. На одной из главных площадок форума обсуждали вопрос, как повысить доверие общества к власти и какова роль в этом процессе средства массовой информации. Одним из спикеров стал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Формирование доверия между властью и обществом – это задача перманентная. Невозможно раз и навсегда доверие сформировать и на этом успокоиться. Это невозможно. Оно очень долго выстраивается. Это очень чувствительный процесс. И когда ты достигаешь определенного уровня, ты не можешь рассчитывать, что это продлится сколько угодно долго. На площадке обсуждали современные инструменты, которые позволяют выстраивать эффективную коммуникацию между властью, медиаресурсами и населением. Здесь особое внимание уделили именно интернету. Сейчас в сети можно не только узнать актуальные новости, но и рассказать о проблеме. Если раньше пользователи задавали вопросы в основном в неофициальных пабликах соцсетей, то теперь выбирают страницы глав муниципалитетов или администраций. Доля сообщений, поступивших на официальные интернет-площадки органов исполнительной власти и местного самоуправления, выросла до 72%. По мнению эксперта по репутационному менеджменту и кризисному пиару Кристины Потупчик, власть, в свою очередь, также не должна замалчивать острые моменты и активно рассказывать о решении тех или иных проблем. Для этого можно использовать все средства коммуникации, включая традиционные СМИ. Многие вещи власти сама не озвучивают, потому что думают, что это создает социальное напряжение. Наоборот, именно информирование снимает это социальное напряжение. И отсутствие информирования все паникую и как раз-таки создает пространство для фейков. Нужно работать так, чтобы захватить напугуленное объяснение. То есть власть должна первая объявить, что что-то случилось, и сообщить, что делается для того, чтобы решить эту проблему. Обсуждали на форуме и такие современные инструменты коммуникации в сети, как государственные паблики. Так, в Самарской области их создано больше трех с половиной тысяч. Это официальные страницы органов власти и бюджетных учреждений. В совокупности на них подписались почти три миллиона человек. Проблемы населения через интернет помогают освещать и решать центры управления регионами. Это один из эффективных инструментов в сети, который появился не так давно. Те редакции, которые перестроились под работу в интернете, в социальных сетях, кто осуществляет свою коммуникацию со своей аудиторией в социальных медиа, те наиболее успешны сегодня в части коммуникации, опять же, людей и представителей органов власти, медиа-сообщества. Участники и гости форума уверены, медиалаборатория станет толчком к изменениям, решениям непростых ситуаций и внедрением новых эффективных инструментов коммуникации между властью, медиа и населением. Эта дискуссия, она показывает, что у нас идет реальный диалог между обществом, властью и здесь средства массовой информации выступают вот тем медиаторам, которые и приводят к тому, что этот диалог появляется. Без этого диалога ничего не состоится, как на территории Самарской области, так и, пожалуй, всего Привозского федерального, а может быть и страны. Это факт. И медиалаборатория, это как раз об этом. Основная программа форума закончится 27 мая на площадке Дворца спорта имени Владимира Высоцкого. Итоги работы Первой Самарской медиалаборатории символично подведут в День прессы – фестивале СМИ, который проходит ежегодно в последнюю субботу мая. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. В честь подвига участников Великой Отечественной войны, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины. В Самаре открылся памятник работникам прокуратуры Куйбышевской области. В торжественной церемонии приняли участие губернатор региона Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, прокурор Самарской области Сергей Бережицкий, главный федеральный инспектор региона Михаил Феоктистов, родственники ветеранов и юнормейцы. Подробности в репортаже Ольги Павловой. За небывалый героизм и стойкость в защите Отечества. Мемориал в память о работниках прокуратуры Самарской области открывают на улице Чапаевской у здания региональной прокуратуры. На скульптурной композиции, состоящей из бюста участника Великой Отечественной войны, герои Советского Союза Николая Бережкова, 75 фамилий. Один из инициаторов открытия мемориала, бывший прокурор Самары Николай Куценко, пришел вспомнить о своих коллегах, почтить их память и возложить цветы. Подвиг каждого из них, отмечает Николай Максимович, бесценен. Те, с которыми там высвечены фамилии, почти что со всеми живыми я работал. Я здесь в Самаре 60-го года. 62-го года я был следователем прокуратуры Советского района, потом в аппарате работал, потом первым прокурором Автозаводского района был, и после этого сюда переехал. Имя героя СССР работника прокуратуры Куйбышевской области дали мемориалу не случайно. С марта 1943 года боевой путь Николая Борисовича проходил через фронты Великой Отечественной войны. В августе 1943-го на самолете Ил-2 он совершил 18 успешных штурмовых вылетов под Ростовом в помощь наземным войскам 2-й общегвардейской армии. Уничтожил два танка, семь автомашин с боеприпасами и два батальона пехоты противника. Был удостоен первой награды – Ордена Красной Звезды. Кроме Бережкова, с августа по декабрь 1941 года из органов прокуратуры Куйбышевской области было мобилизовано на фронт свыше 70 человек. В память участников Великой Отечественной войны на торжественном открытии мемориала почтили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, главный федеральный инспектор региона Михаил Феоктистов, прокурор Самарской области Сергей Бережицкий, а также родственники ветеранов и юнормейцы. Этот мемориал увековечивающий память о защитниках Отечества, сотрудниках прокуратуры. Сегодня наша страна вновь противостоит нацизму. Сегодня мы вновь сражаемся за свой суверенитет. Сражаемся так, в зоне специальной военной операции. Сражаемся здесь, на Самарской земле. И отстаиваем интересы нашего государства, отстаиваем интересы граждан Российской Федерации. Здесь увековечено имя каждого сотрудника прокуратуры, участника Великой Отечественной войны. Конечно, еще раз свидетельствует о нашем бережном отношении к исторической памяти. Это прежде всего дань уважения к великому подвигу. Это прежде всего дань уважения к ветеранам-фронтовикам, к ветеранам-прокурорам. Я благодарен всем, кто принимал участие в этой работе. Это место для нас будет, безусловно, памятным. Здесь будут принимать присягу молодые прокуроры. Здесь будут встречаться ветераны. Ранее в столице региона по инициативе прокуратуры Самарской области была открыта мемориальная доска заслуженному юристу Николаю Баженову. Николай Александрович служил в органах прокуратуры много лет. Работал прокурором Куйбышевской области. Принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Является обладателем множества госнаград. Разрешите по поручению полномочного представителя президента в Привузском федеральном округе Кобарова Игоря Анатольевича поблагодарить руководство прокуратуры и лично Сергея Петровича Бережицкого и всех, кто принимал участие в открытии и изготовлении этих монументов с этим знаменательным событием. Торжественная церемония открытия памятника ветеранам-фронтовикам завершилась минутой молчания и возложением цветов. Ольга Павлова, Константин Головин, Добытия. Строительство станции метро «Театральный» остается под пристальным вниманием регионального заказчика и администрации Самары. Организацию переустройства инженерных коммуникаций обсуждали на еженедельном совещании в мэрии, который провел первый заместитель главы города Владимир Василенко. Так в историческом центре уже приступили к новому этапу переустройству газоводных магистральных сетей, которые будут пересекать тоннели метро. Эти газовые трубопроводы разных диаметров 300 и 400 мм рассчитаны на среднее высокое давление при подаче ресурса. Работами охвачен отрезок улицы Вилоновской от корпуса Самарского технического университета до угловой части площади Куйбышева. Обновляет трубы подрядчик согласно действующим нормативам позаботится о специальных защитных футлярах. Это необходимо, чтобы исключить влияние сетей на тоннели в случае аварии. Работа по переукладке газовых магистралей в разгаре. Дорожное полотно вскрыто. Сейчас газовую магистраль берут в обойму. На следующей неделе в полном объеме работу должны завершить. А вопрос переустройства водовода диаметром 800 мм пока находится в стадии оптимизации технических решений, сообщили в региональном управлении капитального строительства. На следующую неделю запланировали старт работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия регионального значения. Пока же ожидают предоставления проекта планировки территории. Согласовывается технический регламент. Напомним, что компенсационные мероприятия необходимы, чтобы защитить от подвижек и ненормативных осадок здания, расположенные по адресам Галактионовская, 107 и Самарская, 182. В первом случае создают генотехнический барьер, произведут струйную цементацию грунтов, заведут грунтоцементные сваи. По второму адресу намерены укрепить грунтовой массив, устроив манжетные колонны, куда можно будет нагнетать бетон при возникновении ненормативных осадок старого дома. Подрядчик сообщает, что подготовительные работы на улице Галактионовской на площадке строительства станции «Театральная» закончены в полном объеме. Дальнейшие мероприятия начнутся после завершения процесса расселения жителей домов, попадающих в зону метростроя. На второй площадке в районе перекрестка Полевой и Новосадовой продолжаются подготовительные работы для установки кранов, чтобы обеспечить готовность к приемке конструктивных элементов второго тоннеля проходческого комплекса. Появление станции «Театральная» улучшит транспортную инфраструктуру города, чему уделяют повышенное внимание губернатор Дмитрий Азаров. С открытием новой станции жители отдаленных районов смогут быстро и комфортно добираться в центр города и обратно. В одном из дворов Ленинского района появилась новая площадка. Все благодаря инициативным жителям дома номер 200 по улице Ленинской. Спорт-объект установили на средства федеральной программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Как исполняются желания жителей Самары и проходит процесс от подачи заявки до готового пространства, узнал Михаил Гермоленко. Теперь на месте бывшего пустыря во дворе дома номер 200 по улице Ленинской красуется новая спортивная площадка. Появилась она благодаря инициативе жителей. Все началось с изучения материалов по федеральной программе формирования комфортной городской среды, рассказывает Валерий Орлов, проживающий по адресу Ленинская 200. Затем жители подали заявку, и вот во дворе уже установлены тренажеры и спортивные снаряды. Новое пространство обещает стать местом притяжения молодежи и людей, которые любят активный отдых. «В прошлом году там было принято, ну, в администрации был проект, значит, предложение, что вот такого порядка жители, и мы были, в принципе, удовлетворены этим вариантом. Значит, и вот в этом году осталось, как говорится, наше желание, была вот эта площадка, ну, в мае, в апреле, в мае сделана». Спорт-объект оснащен по последнему слову воркаут-культуры. Здесь установили тренажеры для нагрузки на самые разные группы мышц. Есть турники, а также лавочки, на которых можно посидеть и перевести дыхание после активных упражнений. «И вырастаем позвонок за позвонком, истец, поясничный, грудной, шейной и головой». Глава Ленинского района Елена Бондаренко отметила, жители стали намного активнее проявлять свою гражданскую позицию. Поэтому появление таких объектов – это и заслуга самарцев. «В этом дворе тоже можно увидеть, что жители соседнего дома создали по одному из первых проектов, которые у нас реализовывались, свой конструктор двора, зеленение сделали. Кроме того, дополнительно они сами очень много вложили в создание зеленой зоны. Поэтому видят, как реализуются эти проекты жители и тоже становятся новыми участниками этих замечательных проектов». Формирование комфортной городской среды – далеко не первый проект, в котором участвовал актив жителей 200-го дома по улице Ленинской. Ранее по их инициативе установили детскую площадку, заасфальтировали пешеходные дорожки и уложили новое полотно во внутридворовых проездах. Самару продолжают преображать по инициативе жителей города. До 30 мая еще можно отдать свой голос за любимое общественное пространство на федеральной платформе 63.городсреда.ру. В голосовании участвуют 20 территорий по всему городу. Победившие пространство благоустроят в следующем году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Реализация таких масштабных программ стала возможной благодаря поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Так только в Ленинском районе областного центра в 2023 году обновят 15 территорий по национальному проекту и два пространства по программе «Содействие», которую ранее инициировал глава региона. Михаил Ермоленко, Петр Пламеев. События. Любителей плавания Куйбышевского района скоро ждет спортивный праздник. Близится к завершению строительство нового современного бассейна по соседству со стадионом «Нефтяник». Кроме восьми дорожек на короткой воде, то есть длиной 25 метров, там будет еще тренажерные и хореографические залы. Что сейчас происходит на стройплощадке вместе с руководителем городского департамента спорта узнал и наш корреспондент. Так как здесь примена технология очистки обратного осмоса, скорость фильтрации не очень большая, поэтому у бака хранится на запасах очищенной воды. То есть для того, чтобы можно было оперативно дополнить в случае каких-то необходимостей. Потом, соответственно, отсюда вода попадает в самую же чашу бассейна. Строительство бассейна в Куйбышевском районе Самары – важные события для жителей микрорайона. А спортивных объектов подобного уровня в этом отдаленном районе пока нет. Процесс находится на контроле городских властей и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В этот раз проверить готовность бассейна приехали руководитель городского департамента физкультуры и спорта Дмитрий Чеканов и Светлана Кузьмина, директор 8-й спортшколы Олимпийского резерва. Осмотр начинается с цеха по очистке и циркуляции воды. Технологическое оборудование уже смонтировано. Чаша бассейна 25 метров в длину и 16 в ширину рассчитана на 6 дорожек. Стандарты качества на высшем уровне, отметил руководитель городского департамента физкультуры и спорта. Учитывая, что у нас это первый муниципальный объект, первый муниципальный бассейн, который находится в ведении департамента спорта, и, пожалуй, наверное, крупнейший из всех объектов, открытых объектов, которые будут присутствовать в нашей структуре, воспринимаю это очень положительно. Объект на самом деле красивый. Я думаю, что, наверное, это будет без скромности, ложно сказать, что, наверное, лучший бассейн в городе Самаре, потому что бассейн строится по последним тенденциям и трендам строительства. В бассейне на 116-м километре смогут тренироваться и выступать пловцы, спортсмены-подводники и синхронистки. А чтобы спорткомплекс всех устраивал, консультировала проектировщиков в том числе и директор спортшколы Олимпийского резерва. Все очень нравится. Для соревнований тоже бассейн подходит. Я думаю, что до регионального уровня здесь соревнования проводить можно будет. Здесь можно будет проводить и занятия, и с людьми, которые просто хотят заниматься спортом, любительский спорт и спортсмены. Спортивный объект стандартный. Общей площадью 4,5 тысячи квадратных метров. Бассейн, трибуны на 210 зрителей, хореографические и тренажерные залы. Несколько раздевалок с душами и санузлами. Подумали и о комфорте спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Бассейн очень заточен под действующие нормы для маломобильных групп населения. Здесь чаша оборудована специальными подъемниками для спуска в воду комфортного маломобильных и плавных входов. То есть не просто лестница, а что-то типа пандуса. Гидравлические испытания чаши бассейна проходят успешно. Первый этап мы делали вчера. Наполняли небольшой объем. Для того, чтобы проверить возможность и технологическая возможность слива воды с чаши. Сейчас на данный момент наливаем воду в чашу бассейна. Соответственно, после того, как мы ее наливаемся, она будет стоять согласно текущего ГОСТа необходимое время. Потом контроль уровня. После гидроиспытаний строители приступят к облицовке плиткой чаши бассейна. Параллельно установят оборудование и оснащение в раздевалки, санузлы, тренажерные и хореографические залы, а также кабинеты и буфет. Одновременно благоустроят территорию вокруг спорт-объекта. Со стороны стадиона «Нефтяник» разместится автостоянка для посетителей бассейна. Свои двери бассейн откроют уже в этом году. Сергей Кизоркин, Игорь Казановский, Петр Поломеев. События. В Самарской публичной библиотеке создается региональный центр Всероссийского музея Пушкина. Торжественная церемония обмена договором прошла сегодня между директорами этих организаций. Как оценили этот проект его участники, расскажет наш корреспондент. Самарская публичная библиотека стала еще и региональным центром Всероссийского музея Александра Сергеевича Пушкина. Церемония торжественного обмена договором о создании центра прошла в день рождения великого российского поэта 19 века по старому, то есть юлианскому стилю. Значение этого исторического события трудно переоценить, отметили зонтаки золотого века о русской поэзии. Сегодня мы станем 24-м региональным центром, который популяризирует великий и могучий русский язык и, конечно же, творчество Пушкина. Это значит, что мы с вами увидим цифровые копии всего того, что есть во Всероссийском музее Пушкина. Региональный центр Всероссийского музея Александра Сергеевича Пушкина появится в столице региона не случайно. Гений русского языка и литературы, поэт, драматург, историк Александр Сергеевич Пушкин бывал в городе на Волге. И совсем скоро любой желающий сможет изучать его рукописи в отцифрованном виде в музее. Очень интересный, яркий проект, который направлен прежде всего на укрепление интереса читателей к русской классической литературе. Воспитание читающего, думающего патриота страны. Мы полистаем и виртуальный сенсорный стол, и покажем на экране интересные кадры. Естественно, это будут и книги, и портреты, фотографии. В Самарском региональном центре Всероссийского Пушкинского музея будут проходить выставки, семинары, лекции, конкурсы. Первая запланирована на 6 июня, день рождения поэта. Посетители увидят портреты пушкинского семейства, а также книги разных годов издания с его стихами и прозой. Выставка, которую мы назвали «Предки и потомки Пушкина в истории России». И мы будем рассказывать о выдающемся, о ярчайшем человеке своего времени. Мы будем говорить о древнейшем роде Пушкиных. И, конечно же, мы будем рассказывать и о детях Александра Сергеевича Пушкина, которые тоже внесли очень и очень значительный вклад и в сохранение памяти о своем великом отце. Помогут развиваться Самарскому центру Пушкинского музея коллеги из других регионов. Например, из Ульяновска. Там центр открылся в 2015 году. Самым крупным итогом нашей деятельности стал большой фестиваль, городской фестиваль Пушкин в городе Лу, который проходит в этом году уже в восьмой раз. Мы предложили однажды такую акцию в книжной миле. Предложили вынести каждому жителю из дома книгу Пушкина, если она имеется в домашней библиотеке. И каково было наше удивление, когда получились километры книг. Это и есть доказательство, прямое доказательство любви и жизни с Пушкиным. По-прежнему русский человек рождается с этим именем. Организаторы уверены, с появлением оригинального центра Всероссийского музея Александра Сергеевича Пушкина горожанам откроются малоизвестные страницы его биографии. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События. Новый мурал создал самарский художник Дмитрий Горшков на фасаде многоэтажки на перекрестке улиц Урицкого и Пензенской. Арт-объект «Помочь ей можешь только ты» посвящен пропавшим людям. Федеральная акция проходит в нескольких крупных городах России. Тему продолжит наш корреспондент. Мурал «Помочь ей можешь только ты» размером 20 на 38 метров появился на фасаде многоэтажки за 4 дня. Самарский художник Дмитрий Горшков нарисовал этот арт-объект бесплатно, потратив 30 литров фасадной и 150 баллончиков аэрозольной краски. Идея этой монументальной картины родилась после недавнего случая в Пензе. Потерялась трехлетняя девочка. Она прошла несколько кварталов и ни один прохожий не обратил на нее внимания. Вот эта ситуация натолкнула на мысль создать такой арт-объект, который привлечет внимание к пропаже детей и призовет общественность не быть равнодушными и не проходить мимо одиноко гуляющих детей. Даже если они веселые и резвятся и играются, прыгают по лестницам, это может означать, что ребенок один и в какой-то момент может потеряться и случится беда. Самарский мурал – это огромная стрелка, которая указывает на силуэт ребенка с призывом «Помоги, не проходи мимо». Проект сам по себе очень интересный. Да и сообщество «Лиза Алерт» тоже классные ребята. Помогали всем, чем могли. Я очень даже удивился, что бывают такие добрые, отзывчивые люди. Они помогают поиском детей, да в принципе людей, которые попали в беду. То есть нужно быть отзывчивым, добрым и помнить об этом, что вокруг есть такие люди. В Самарской области добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» находят пропавших людей вот уже 9 лет. Ежегодно с их помощью домой возвращаются более тысячи потерявшихся жителей 63-го региона. В России эта общественная организация появилась в 2010 году. За это время было найдено более 143 тысяч человек. В основном это дети и старики. Достаток семьи, социальный статус семьи не говорит о том, что ребенок защищен от тех или иных своих каких-то трудностей, которые ему такими кажутся. Возраст там, пубертатного периода, 13, 14, 15, 16 лет, когда хочется изменить свою жизнь, кажется уже взрослым, в силу тех или иных причин уходит из дома, либо просто не приходит домой. Мурал «Помочь ему лишь только ты» на пересечении улиц Урицкого и Пензенской рядом с детским садом, школой и остановкой общественного транспорта призывает горожан не проходить мимо потерявшихся детей и стариков, ведь именно ваша помощь может спасти чью-то жизнь. Акция проходит по всей стране. В Самарской области при участии волонтеров, Центр поиска пропавших людей, администрации городского округа Самара и правительства 63-го региона. Светлана Тимофеева, Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Спасти природу от загрязнения, сохранить память о земляках, отдавших жизнь за родину и воспитать здоровое поколение. В Самаре подвели итоги регионального конкурса социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости». В этом году члены жюри рассмотрели более 700 заявок о тренде на позитив материал Ксении Бакановой. Рассказывать об актуальных городских событиях душевно, интересно, а главное с добротой. В Самаре подвели итоги 11-го регионального конкурса социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости». Журналисты, блогеры, пиар-специалисты и СММ-менеджеры присылали на суд жюри свои аудиоролики, телевизионные сюжеты, социальную рекламу и целые проекты. Всего более 700 заявок. Победители выявлены, но секрет остается до форума, который состоится 7 июня. Есть номинации, в которых не присуждались первые места, а есть номинации, где два первых, два вторых, два третьих места. Конкурс «Добрые новости» проводился одновременно с конкурсом «Юнкор». В нем участвовали юные журналисты. Работ много, а это значит, что профессионалы растут. Экспертная комиссия, в состав которой вошли члены Журналистского союза России и редакторы СМИ, оценивала материалы в 10 номинациях. С каждым годом количество работ в тех или иных номинациях, оно меняется. Вот сейчас меньше работ стало, например, в номинациях, связанных с печатными СМИ, и больше работ, связанных с интернет. И это не случайно, рассказывают организаторы. Любой человек сейчас хотя бы раз в день использует интернет для общения, работы или поиска нужной информации. Ранее журналисты телеканала «Самара ГИС» не раз становились победителями конкурса. В прошлом году материал редактора Ольги Павловой победил в номинации «Лучший сюжет в электронных СМИ». Репортаж был сделан в защиту домашних животных в период новогодних праздников. Еще одно призовое место заняла программа «Оброшенных животных. Хочу домой» телеведущего Виталия Рылеева. А в конкурсе юных журналистов «Юнкор» первые и вторые места взяли подопечные телеведущей Инессы Панченко. Ксения Баканова, Николай Сидоров. События. Аккаунты телеканала «Самара ГИС» на популярных видеохостингах продолжают наращивать аудиторию. Количество подписчиков уже превысило отметку в 48 тысяч пользователей. Напомним, канал «Самара ГИС» – один из лидеров по работе в социальных сетях среди всех телевизионных СМИ города. Общее число наших подписчиков превышает 80 тысяч. Наши посты в сетях ежемесячно охватывают более 860 тысяч пользователей, а просмотры на видеохостингах – более 300 тысяч. Мы присутствуем на всех актуальных платформах – ВКонтакте, Телеграм и Одноклассники. В наших соцсетях только самые свежие новости. Мы публикуем первые сообщения не позднее, чем через 15 минут после начала события. Кстати, у нас есть аккаунты на хостинге «Рутюб». Далее эфир продолжит обзор Телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В Телеграм-канале Октябрьского района сообщают о вакансиях, которые есть на предприятиях региона. В общей сложности их 47 173. На завод «Тяжмаш» в Сызрани требуются механики, наладчики станков и манипуляторов. На завод «Салют» в Самаре – инженеры, мастера участка и электромонтеры. На электрощит – сборщики трансформаторов, инженеры электроники и электросварщики. А на Чапаевский механический завод – энергетики и электрогазосварщики. Телеграм-канал администрации Кировского района сообщает, что ресурсоснабжающая компания проводит ремонтно-профилактические работы в Кировском районе на сетях водоснабжения. Большинство работ пройдет без отключения воды. Но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов все же придется. 30 мая для врезки трубы диаметром 100 мм в линию диаметром 300 мм по улице Каховской холодное водоснабжение может быть отключено с 9 утра до 4 часов вечера по адресам Каховская – 17, 19, 21, 22А, 23, 23А, 28 и 30, проспект Кирова – 155А. Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован. Телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что в теплое время года нужно следить за маленькими детьми. Не оставлять их одних в помещении при открытых окнах. Противомоскитная сетка не является надежной преградой. Облокотившись на нее, ребенок может выпасть в окно. Трагезии случаются ежегодно, и лучшие способы их предотвратить – поставить на окна ручки с замками и не выпускать малышей из поля зрения. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и отличных выходных! Редактор субтитров А.Семкин